Что такое? Я выдумываю, что на ходу. А, ну понятно. Да, едем на охоту. Сегодня предлагаю Катеньке со мной пострелять. Да, откажется она с возмущением. Ну ты что, кто будет нормальных? Какая нормальная женщина будет у зверей стрелять? Сейчас проверим, звоним. Я слушаю. Алло, здравствуйте, это Екатерина? Да. Меня Алексей зовут. Я вот в вашу фотографию видел, информацию на сайте знакомства. Хотел бы поближе познакомиться. Приезжаю в Питер на выходных на охоту. Может быть, заодно встретимся? Вы хотите на меня поохотиться? Нет, на вас я не хочу охотиться. Кстати, вот вы мне хорошую идею подали. Давайте, может быть, мы прям съездим. Мы с мужиками в субботу выдвигаемся. Вы же на Горьковской живете? Да. Ну вот. А мы там прямо по Приморке поедем туда, в сторону Рощина. Там лоси. Вот, постреляем лосей. Ну и заодно, я думаю, что в таких условиях лучше всего узнаем друг друга. Вы, а вас вид крови пугает, скажите, Кать? Нет. Нет? Ну и отлично. Потому что вы знаете, да, охотники сначала вскрывают, значит, шею режут лоси? Да, я знаю. Я умею это все делать. И шкурить умею. Серьезно? И вы даже кровь лосиную теплую готовы выпить с нами? Да. Потому что мы это обязательно... И печень вы ели? Нет. Печень не ели? Ну, это сырую нет. Ага. Вы же знаете, что лось не болеет, да? У него же там, ну, бактерии не пристают, глисты не водятся. Поэтому можно без кулинарной обработки, внутренние органы. Мы обычно с печени начинаем. Она вкусная, нежная. Понимаете, сердце, эта мышца работает все время и жилистая. А печень очень приятная на вкус. Вы сырую не ели никогда лосиную? Нет. Ну, давайте, давайте опыт такой поставим. Вот, единственное, что у нас там мужская компания, еще 7 человек у нас, там, коллектив выезжает. Ну, и вот. Женщины не берут обычно на охоту. Но парни мои сказали, что если, ну, нормально будет женщина, то мы так посмотрим на нее, типа, кастинга что-то. Ну, и в пи... А чего? Ну, 8 человек. Вас не пугает мужиков? Коллектив такой у нас тесный довольно. Ну, спать придется, правда, в палатке. Ну, если ко мне приставать не будут, нормально. А там условий нету. Там палатка на 8 человек. Мы так и боком там, понимаете. Потому что вставать рано, пока еще солнце не взошло, туман. Ну, и вот. Ходите, ружье вам дадим. Вы стреляли когда-нибудь? Стреляла. Ну, и что, много выжило потом после экспериментов этих? Нет. Вот это меня... Я стреляю в лоб. Прям в лоб, да? Хорошо. Ну, давайте так. Значит, мы договорились. Я в пятницу приезжаю. Да? Чего? Я работаю вообще-то. Ну, хорошо. А лоси ждать не могут. Там сезон же заканчивается. У них уже им надо это... Я понимаю. Они сейчас нагуляли, знаете. Уже у них и служка была. Все. Они теперь... Мы, ну... Как им повезло? Лосям, да. А вот лосихам не очень, потому что они звунашивут, теперь до весны будут. Ну, вот. А мы этих рогатых... Рога... Хотите, рога вам подарю? Главное, чтобы они мне в голове не остались. Вам это точно не грозит. Стрелять умеете? По крайней мере, нас испугаются. Екатерина. Да, спасибо. Это утреннее шоу Русского Радио. Вадик, Алиса и Сережа тоже. Мы вас, честно говоря, разыграли. Вот, ну, не поедем мы с вами на охоту. Ну, зачем? К сожалению, Катя. Хотя мне кажется, такой какой на край света. Короткие гудки. Слышите, дорогие миллионы шагов? Это значит, что трубка брошена. И вызов брошен. Я его принимаю. Еду к Катерине, лично буду вручать призы. Лично. На охоту стала бы. Так, зонтик от Русского Радио пригодится там в лесу. Мужские и женские перчатки. Когда на лося пойдешь, голыми руками можно. А также выдаем еще недельное приоритетное размещение ее анкеты на крупнейшем сайте знакомств. Тройное W.mamba.ru Давай, бай, бай. На свидание на Русском Радио. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова